Здравствуйте! В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Пришло время подвести итоги этого дня и прошедших выходных. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Пожар в здании РГУ. Причины и последствия. За забором и жизненно утверждающими плакатами Рязанская прокуратура заинтересовалась памятником культуры. Вызвал такси, доехал до места, оплатить не захотел. Пассажир с ножом накинулся на таксиста и угнал его автомобиль. Начало недели могло ознаменоваться трагедией. В понедельник утром на пульт сотрудников МЧС поступил сигнал о том, что в одном из корпусов Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина начался пожар. Люди из здания были в срочном порядке эвакуированы. Подробности с места происшествия у Валерия Седова. Девять пожарных расчетов, а также автомобили скорой медицинской помощи и ДПС. В тушении пожаров в корпусе юридического факультета РГУ имени Есенина участвовала большая группа специалистов. По словам преподавателей и студентов, во время утренних занятий сработала система эвакуации и оповещения о пожаре. Задымления и огня в самом здании не было. Так что все, кто находился в корпусе юридического факультета, смогли спокойно покинуть его через два основных выхода. Я сидел, работал в своем кабинете и вдруг почувствовал запах дыма. И тут же прямо через несколько секунд буквально началась пожарная тревога и мы организованно начали покидать здание. По предварительной информации произошло замыкание электропроводки, что и привело к пожару в чердачном помещении. В 10 часов 5 минут поступило сообщение о задымлении кровли в здании государственного педагогического университета имени Есенина на улице Семеновская, дом 15. На момент прибытия происходило задымление из чердака. В результате подтушения пожара установлено, что происходило горение чердачного помещения на площади около 10 квадратных метров. Пожар ликвидировали в течение получаса. Не было ни погибших, ни пострадавших. Студентов в этот день отпустили занятий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В Рязани полицейские задержали мужчину, угнавшего у таксиста автомобиль. Преступник ударил ножом водителя, забрал его машину и попытался скрыться от полиции. ЧП произошло на улице Энгельса. Раненый таксист обратился за помощью к наряду ППС. Он рассказал, что пассажир, чтобы не платить за поездку, ударил его ножом и под угрозу убийства завладел автомобилем. По лицу мужчины из раны под правой бровью текла кровь. Пострадавший указал, что злоумышленник ударил его ножом. Полицейские выяснили, где находится автомобиль. Это было неподалеку, буквально в 100 метрах и отправились к месту происшествия. Видимо, заметив приближение полицейских, злоумышленник решил скрыться на похищенном автомобиле и резко тронулся с места. Зная, что злоумышленник вооружен, чтобы пресечь его попытку скрыться, один из сотрудников полиции применил табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух автомобиль не остановился. Полицейские продолжили погоню на служебном автомобиле и вскоре блокировали угнанные такси в пустынном тупике. 35-летнего мужчину задержали. По предварительным данным, он находился под действием наркотиков. Есть подозрение, что мужчина может быть причастен к распространению запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, а руководство полиции наградит сотрудников ППС за поимку преступника. За окно почти середина декабря, однако синоптики прогнозируют теплую пасмурную погоду, характерную для ранней весны. По их прогнозам, в областном центре с 11 по 17 декабря температура будет превышать норму на 5-6 градусов. Объясняют это тем, что последнее время погоду на европейской части России определяет то, как идет противостояние западного циклона и антициклона над восточной Европой. Рабочая неделя у нас начнется с выхода южного циклона, поэтому ожидаются осадки уже в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедится. Ветер также будет усиливаться порывами до 13-18 метров в секунду. На температуру воздуха будет колебаться около нуля. По области и ночью, и днем от минус 3 до плюс 2 градусов. В Рязани и ночью, и днем 0, плюс 2. В такую погоду водителям и пешеходам нужно быть особенно аккуратными на дорогах. Зачастую именно наша невнимательность и неосторожность может стать причиной трагедии. Так, 9 декабря на площади Ленина Рязанка попала под колеса маршрутного такси. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте. На опубликованных в сети фотографиях видно, что пострадавшая лежит на проезжей части рядом с маршруткой номер 66. Очевидец произошедшего сообщил корреспонденту новостного сайта о том, что женщина бежала к общественному транспорту, столкнулась с мужчиной, в результате чего упала на проезжую часть прямо под колеса машины. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшая была госпитализирована. В этот же день в Пронском районе произошла серьезная автомобильная авария. На 7-м километре автодороги Рязань-Новымичуринск 19-летний житель Пронского района, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2110, по предварительным данным, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус». За забором и красочными плакатами на улице Введенской уже несколько лет соседствуют руины памятника архитектуры и недостроенное заброшенное здание неизвестного назначения. Этой ситуацией заинтересовалась прокуратура. Продолжит Марина Комиссарова. Бывший дом Калежской ассессорши Александра Васильевны Житовской стоял когда-то на углу улицы Радищева и Введенской. Каким он был, можно увидеть на этом фото из Государственного архива Рязанской области. Фото датировано 1970 годом. Как гласят архивные источники, сам Житовский служил землемером, видимо, при губернской чертежной. Дом был построен, предположительно, в середине 1860-х годов. С начала 2000-х дом начал приходить в запустение, а в марте 2010 года его окончательно снесли. Прокуратурой советского района в городе Рязани в ходе проверки градостроительного законодательства и законодательства об объектах культурного наследия выявлены нарушения, допущенные собственниками земельных участков и расположенных на них объектах. Это как раз и касается дома Житовской или дома Желтовой. В ходе проверки было установлено, что на пересечении улицы Радищева и улицы Введенской располагается объект культурного наследия регионального значения, дом Желтовой начала 19 века в руинированном состоянии, а также объект незавершенного строительства, четырехэтажное здание. В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если оно не предусмотрено законом или договором. В силу положения федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Прокуратура района установила, что в результате ненадлежащего содержания указанные объекты разрушаются. На них неоднократно проникали посторонние лица, в том числе несовершеннолетние, а это влечет в возникновение угрозы жизни и здоровья граждан. В этой связи прокуратура района в адрес собственника земельных участков и расположенных на них объектов 19 октября 2017 года внесла представление об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено на совещании с участием прокуратуры района и удовлетворено. Каким образом это скажется на практической части вопроса, пока не ясно. А проблема касается каждого горожанина и утерянный нами памятник архитектуры, о котором напоминает лишь кусочек руин из-за железного забора, и долгострой, скрытый баннером. Это участок, который вызывает вопросы у каждого неравнодушного горожанина. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН, отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписи Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государство объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупционных схем. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Общенациональной задачей, в реализации которой следственным органам отведена особая роль, является проводимая работа по противодействию коррупции. Организация расследования дел данной категории находится на постоянном контроле руководства следственного управления. Благодаря взаимодействию следственных органов с региональными управлениями ФСБ и МВД за последние годы удалось добиться положительных результатов по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности. В июне этого года по подозрению в получении взятки в значительном размере был задержан бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин. Сейчас уголовное дело расследуется. Всего же в текущем году следственными подразделениями управления возбуждено 63 уголовных дела коррупционной направленности. Следует отметить, что в основном это дела по фактам взяточничества. Важнейшим принципом, которого придерживается Следственный комитет в деле борьбы с коррупцией, является неотвратимость наказания. В текущем году в суд направлено 48 уголовных дел данной категории. По направленным в суд уголовным делам по ходатайствам следователей наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 70 миллионов рублей. Уже понесли заслуженные наказания, признанные виновными по фактам взяточничества в крупном размере бывший заместитель начальника управления по развитию инженерных коммуникаций, управления капитального строительства администрации города Рязани Сергей Солодов, а также руководители двух рязанских коммерческих организаций Алексей Киселев и Анатолий Сухов. На рассмотрении суда сейчас находятся уголовные дела в отношении бывшего главного архитектора города Рязани Натальи Харибутовой, а также бывшего первого заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Андреева. Следует отметить, что на днях и главный прокурор Рязанской области заявил о необходимости сообщения обо всех действиях коррупционной направленности, в частности, со стороны чиновников. При этом защита пострадавшим от этих действий, по его словам, гарантируется. О подобных фактах можно сообщить и в следственное управление по круглосуточному телефону доверия 27 55 37 или оставить заявку на официальном сайте ведомства. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С недавнего времени в Рязани было прекращено усыпление бездомных собак. Теперь всех выловленных на улицах города животных отправляют на передержку. Многие из рязанцев с радостью приняли это нововведение и с удовольствием принимают участие в жизни бездомных животных. Центр по контролю за безнадзорными животными ежедневно занимается отловом, лечением, стерилизацией бездомных собак. Сейчас в двух передержках находится около 500 питомцев, которые ждут своих хозяев. Некоторые из них являются еще совсем маленькими, другие – преданными, проверенными временем друзьями. Работники Центра по контролю за безнадзорными животными с начала октября запустили акцию, которая прошла в школах и детских садах Рязани. Они провели для детей уроки добра, классные часы, экскурсии в пункте передержки. Таким образом, представители юного поколения больше узнали о животных, об ответственности перед своими домашними питомцами. И многие из ребят и их родителей выразили желание помочь безнадзорным животным. В ходе акции были собраны корма для собак и кошек, наполнители, поводки, ошейники, впитывающие пеленки, крупы, миски, дезинфицирующие средства, средства для уборки клеток, медицинские препараты и многое другое. В общем итоге, более четырех тонн корма было передано в городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Ну а судьбы собак и кошек, которые там содержатся, в большой степени также зависят от горожан. И чтобы завести себе нового друга, можно в любой день приехать в одну из двух передержек и забрать его к себе домой. Ну а те животные, которые провели полгода на передержке и не нашли своих хозяев, могут сытые, здоровые и стерилизованные отправиться обратно на улицу. Дальше, если объявляется человек-опекун, то есть человек, который кормил этих собак, ухаживал за ними, и если нет жалоб на то, что собака была агрессивна, охраняла свою территорию, собака может быть выпущена под договор опеки. Ей устанавливается желтая клипса, чип, она прививается от бешенства и выпускается обратно в среду обеданий под ответственность человека уже. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ежегодно 10 декабря во многих городах мира воздух взрывается от оглушительных криков футбольных фанатов. Именно так проходит празднование Всемирного дня футбола, который был учрежден по решению ООН. Этот день можно было бы праздновать и в нашем городе, ведь Рязанская земля – родина многих известных футболистов. Подробнее о них расскажет Валерий Седов. Это опасная ситуация, но его ЦСКА забивает. Браво болельщикам ЦСКА, браво команде. Автор гола – 19-летний Константин Кучаев. Футболист, чья карьера началась в Рязанской юношеской спортивной школе. Тренировки дали свои результаты. Теперь он игрок команды ЦСКА. За 100 лет в рязанском футболе не было ни одного участника чемпионата мира по футболу. Константин стал первопроходцем. Теперь ребята, которые некогда играли с ним в одном клубе, берут с него пример. Я был рад за парня, тем более свой город. Ты с ним играл, с детских лет его знаешь. И ты его видишь уже по телевизору, где он Лиги чемпионов забивает. Конечно, радость переполняет. И тем самым же мы при мотивации, что он обычно такой же, как он был, пробился. И мы ничем не хуже так же можем. Главное, работать каждый день. И все, придет. Владислав Мещеряков играл с Константином Кучаевым в одном клубе. Следом перешел в ФК «Золотые купола», где его заметили и пригласили играть за второй состав городской команды. Сейчас Владислав Мещеряков – нападающий футбольного клуба «Рязань». Эксперты называют его лучшим бомбардиром команды. Еще бы, в своем первом матче Владислав забил победный гол. Восходящей звездой рязанского футбола уже заинтересовался московский клуб «Спартак-2». Владислава Мещерякова пригласили на просмотр. Нападающий признался, что такая новость его из колеи не выбила. Он все так же посещает тренировки и все так же выкладывается на поле. Это новый уровень, понятные новые условия. Другая совсем будет конкуренция. Поэтому, ну, чем сложнее, я думаю, чем лучше будет для меня. Просмотр Владислава Мещерякова начался 10 декабря. По словам экспертов, у него есть все физические данные для того, чтобы попасть в основу. А вот техники, к сожалению, не хватает. Что касается конкретно Мещерякова, мне все-таки кажется, наверное, это, ну, «Спартак-2» немножко по его стилю. Ну, не его эта команда. Потому что «Спартак-2» играет более такой интересный компенсационный как бы футбол. А Мещеряков, он, ну, форвар такого, скажем, такого плана, где надо там подставить ногу, забить, сыграть на опережение. Ну, дай бог, чтобы парень подошел. Мы все за это будем рады. Сергей Ильев отметил, что Владислав Мещеряков – не единственная восходящая звезда Рязанского футбольного клуба. Наравне с ним, а может, даже лучше, играет 16-летний Михаил Сентюрин. Открою один секрет. По Сентюрину мне звонили три тренера ФНЛ, спрашивали о характеристики. Вот, потому что действительно растет очень большой талант. Я, конечно, сейчас рано говорить об этом в 16 лет. Вот, парень очень интересный, но здесь вот его грамотно, важно подвести. Грамотно, чтобы он как бы вот выдержал, потому что их сколько талантов, они могут затеряться. Но мальчик – игровик, настоящий игровик. Михаил родом из села Александрово. Пристрастился к футболу еще с юных лет. Вначале просто смотрел матчи по телевизору и играл во дворе. Затем его пригласили в футбольную школу. Он был одним из тех игроков, на которого всегда обращали внимание тренеры. Исполнительный и усердный. Футбольный путь привел его в рязанскую команду. Сам Михаил скромно признался, что ему помогли тренировки. Занимаюсь, бегаю по утрам, все это, да, и в тренажерный зал хожу. Куда больше за скромного полузащитника рассказал его тренер Гарни Ковалян. Он у нас тоже уже год занимается с нами. Можно было его раньше заявить, но ему было 15 лет и нельзя было подписать с ним профессиональный контракт. А так он занимался в клубе. И по исполнении 16 лет мы сразу заключили контракт. Насколько есть у меня информация, на три года подписались с ним контракт. И он уже играет и выходит, забивает галлы. Такой очень хороший игрок, очень хороший перфиксист. Эксперт Сергей Ильев отметил, что в текущем 2017 году количество многообещающих игроков в рязанском футбольном клубе прибавилось. Такого не было с 90-х годов. В этом году действительно подросли очень хорошие ребята в команде. Это заслуга тренерского штаба во главе с Аваляном. То есть идет грамотная такая кропотливая работа. Главный тренер футбольного клуба «Рязань» старается привлекать в команду игроков из города или области. Всего пять лет назад из 22 игроков на поле было только шесть рязанцев. Сейчас их уже 15. К тому же теперь на ваших глазах идет просмотр ребят из клубов города и области. Кто знает, может в скором времени и они выйдут в основном составе клуба. Или спустя всего несколько лет мы услышим их имена с экрана телевизора. И, затаив дыхание, будем следить за их спортивными достижениями. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Установить стиральную или посудомоечную машину, заменить смеситель или повесить люстру. К сожалению, не всегда есть возможность быстро справиться с бытовыми делами. Помочь в этом всегда готовы сотрудники управляющей жилищной компании «Зеленый сад. Мой дом». За помощью в УЖК «Зеленый сад. Мой дом» Ольга обратилась из-за необходимости замены смесителя. Увидела объявление об оказании дополнительных услуг, позвонила в управляющую компанию, оставила заявку. И вот в ее дверь уже звонит мастер. С работы Ольге удалось отпроситься всего лишь на пару часов. Так что пунктуальность сантехника хозяйку порадовала. Иначе и быть не могло. Для сотрудников данного УЖК это норма. Это обязательно. Если жилищ сказал, там удобно. Потому что так все работают. У всех время ограничено. Приходим как назначено. Для хозяйки приход сантехников всегда стресс. Чаще всего их внешний вид и масштабы уборки, которые потребуются после их ухода, откровенно пугают. Однако Ольга была приятно удивлена. Меня поразило, что уже при входе молодой человек обувь бахилы и пришел по форме. Тоже обычно сантехники приходят. Страшно к ним подойти. А тут все сделали, убрали за собой. Мне даже полы мыть не придется. Мелость вроде бы приятна. Опрятный внешний вид, чистая форма, сменная обувь или бахилы – обязательное требование ко всем специалистам УЖК «Зеленый сад. Мой дом». На прошлом месте работы таких требований к спецодежде не было и к внешнему виду. Какое-то время поначалу пришлось привыкать. Ну, сейчас уже привык, свыкся, даже удобнее. Есть во что переодеться. У меня две спецовки. Хорошо. Есть грязная, есть чистая. Так что всегда в чистой одежде идем к жильцам. Гарантия на работы, которые проводят специалисты УЖК – 6 месяцев. Так что, если в этот период вскроются какие-то недостатки, они будут устранены бесплатно. Однако жильцы в качестве оказываемых услуг не сомневаются. Я буду обращаться в нашу управляющую компанию, потому что, во-первых, можно договориться на точное время. И я уверена за качество работы. Сантехнические, электромонтажные, плотницкие работы, а также мытье окон, вынос строительного мусора и многое другое – все это специалисты УЖК «Зеленый сад. Мой дом» выполнят быстро, качественно и в назначенное вами время. Причем работы обойдутся гораздо дешевле, чем в среднем по городу. Так, например, установка стиральной машины в среднем по Рязани стоит в районе полутора-двух тысяч, тогда как специалисты УЖК «Зеленый сад. Мой дом» сделают ту же работу за тысячу рублей. А замена смесителя вместо тысячи обойдется всего лишь в 500 рублей. Для вызова специалиста вам нужно позвонить в управляющую компанию или оставить заявку на сайте. Там же вы можете ознакомиться с полным списком тех работ, которые могут выполнить специалисты УЖК. Обратите внимание, что сейчас вводятся новые клининговые услуги, которые наверняка понадобятся в преддверии или же после новогодних праздников. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok